В эфире информационного канала Севастополя программа в контексте. Говорим на самые актуальные темы города. У нас в гостях доцент политехнического института Иларион Довгий. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы недавно побывали в Китае. Расскажите о своей поездке. Ну, в общем-то, несколько месяцев назад я зарегистрировался на сайте мероприятия «Тренинг-курс по морской радиохимии», который должен был проходить в июне месяце в городе Сямынь. Организаторы одобрили мою заявку и пригласили меня для участия. В принципе, можно считать, что это был небольшой тревел-грант, потому что организаторы в Китае оплатили половину авиаперелетов и участие в курсе проживания. Вторую половину оплатил Севастопольский университет. Данное мероприятие состояло из нескольких частей. Из лекционного и практического курса. В принципе, участвовало в нем около 25 обучающихся и, в общем-то, около десятка лекторов. Из крупнейших международных центров по морской радиохимии, по океанологии, были представлены из Брэдфордского университета, известнейший мировой ученый Кен Бюсселер, из Океанографического института Вудсхоул США, университета Южной Каролины, Испании, Франции, Китая. Ну и учащиеся тоже были практически со всех континентов, может быть, кроме Австралии. Из Южной Америки, Бразилии, Северной Америки, Европы, Азии, Африки. Ну, в общем-то, Российскую Федерацию представлял только я. Вы были единственным. Да, из учащихся и из преподавателей. В общем-то, лекторов не было из России. Лекторов из России не было. Что вы там рассказывали? Ну, в общем-то, это был тренинг-курс. Я в основном учился. Учился у ведущих ученых в данной области. Ну, в общем-то, можно сказать, что это классики по работам, которым я выполняю свои научные работы. Ну, естественно, было неформальное общение, естественно, был обмен идеями, естественно, была просьба к лекторам оценить свои разработки. То есть, в общем-то, это мероприятие, прежде всего, проводилось для обмена знаний, обмена опытом между ведущими исследователями и младшим поколением ученых, если можно так сказать. Какие самые интересные идеи там поднимались? В общем-то, с десяток был лекций и от основ радиохимии до, скажем так, влияния крупнейших катастроф на окружающую среду. В общем-то, обсуждалось влияние Фукусимы на Тихоокеанский регион, влияние завода по получению ядерного топлива в переработке в Селлафильде на Северный Ледовитый океан. Современные методы инструментальные, детектирование радионуклидов. Был интересный лектор профессора Мишио из университета Фукусимы. В общем-то, практически все аспекты морской радиоэкологии, от инструментальных методов до датировки техногенные, антропогенные радионуклиды, обсуждались все контексты данной области. Какие ваши впечатления после поездки? В общем-то, впечатления самые положительные. Во-первых, естественно, для своей дальнейшей работы я привез некоторые идеи, так сказать, на будущее, чем бы можно было, что актуально для Крыма, чем бы можно было заняться в будущем. Во-вторых, в общем-то, это, я думаю, только начало сотрудничества. В настоящее время, уже завтра выходит срок конкурса Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного фонда естественных наук Китая. И, в общем-то, заявку с нашими китайскими партнерами мы составили и подадим. Ну, надеемся, что она будет одобрена. Какие перспективы перед вами откроются после поездки в Китай? Международное сотрудничество очень важно. Дело в том, что мы не можем, скажем так, заниматься наукой, скажем так, местной, только в своем городе. Мы должны обмениваться своим опытом и получать оценку своих исследований. В общем-то, а что делают в мире? И в Китае как раз собрались ученые с известнейших учреждений, которые как раз-таки и могут дать адекватную оценку, скажем так, твоим исследованиям, подсказать, скажем так, в каком направлении двигаться дальше. Ну, я надеюсь все-таки, что это лишь начало сотрудничества с Китаем. Все-таки оно будет продолжено и в следующем году по тематике радиохимии. Какие идеи вы привезли с поездки? Ну, во-первых, мы подаем, как я уже сказал, проект по селективному извлечению радионуклидов с арбентами нового типа. В общем-то, данной тематикой мы занимаемся достаточно длинное время, уже около пяти лет, и защитился, в общем-то, аспирант у меня. Выполняли мы грант Российского фонда фундаментальных исследований, выиграли грант фонда содействия инновационной деятельности УМНИК, он называется сокращенно. И, в общем-то, в настоящее время подали еще одну заявку, в общем-то, на использование сарбентов на основе супрамолекулярных соединений, соединений типа гость-хозяин, которые могут включать в свои полости радионуклиды, и тем самым избирательно извлекать их для целей радиоаналитической химии, для целей обращения с радиоактивными отходами. Это, в общем-то, тематика, которой мы планируем заниматься, продолжать. В чем заключается Ваша работа в Севастополе? Ну, у меня несколько аспектов деятельности моей. Во-первых, это преподавательская деятельность, я доцент Севастопольского государственного университета, политехнический институт. Я веду курс общая неорганическая химия для студентов первого курса. Это один из аспектов деятельности моей преподавания. Второй аспект — это научная работа, в общем-то, как у большинства преподавателей. И третий аспект — уже где-то более 10 лет я занимаюсь подготовкой школьников к химическим олимпиадам, в общем-то, и городского уровня, и всероссийского уровня. И даже, в общем-то, у нас были успехи, в общем-то, несколько лет назад, и был победитель международных олимпиад. Вы как преподаватель как оцениваете подрастающее поколение? Ну, наверное, каждый преподаватель считает, что он в свое время учился. Это намного лучше, чем нынешнее поколение. Ну, на самом деле, студенты как студенты. Студенты во все времена одни и те же. Меньшая часть их учится, большая часть их старается заняться более приятными делами. Есть какие-то интересные идеи, может, наработки? Безусловно, мы привлекаем к своей научной работе студентов. Они, в общем-то, представляют наши работы на конференциях своего уровня. В общем-то, я могу сказать, что одна из студенток, Анастасия Фатеева, она участвовала сразу в нескольких таких мероприятиях и в Менделеевском конгрессе химиков в Саратове в этом году, и в Нижнем Новгороде в конкурсе инновационных работ. То есть, в общем-то, мы стараемся привлекать студентов к своим исследованиям. Это помощники. Зачем бы Вы хотели сфокусировать свое внимание в ближайшее время в Севастополе? В ближайшее время мне видится очень перспективной радиохимическая тематика, связанная с изучением Черного моря. Безусловно, такие работы ведутся уже в Севастополе достаточно давно. В Институте биологии Южных морей есть целый отдел, который занимается... Для Севастополя это вообще очень актуально. Да, радиационной и химической биологии. В общем-то, но некоторые аспекты, несмотря на это, до сих пор не были затронуты. И вот в настоящее время я начинаю, скажем так, совместную тоже работу по контролю радионуклидов космогенного происхождения, в частности, фосфора 32-го, 33-го. В атмосферных выпадениях в воде фосфор является, в общем-то, важнейшим элементом, участвующим, естественно, в цепи питания. И опять же мы подали по этой тематике заявку на Крымский конкурс Российского фонда фундаментальных исследований. Вот на ваш взгляд, как ученого, на что стоит первое обратить внимание в науке в Севастополе? Вот ваше субъективное мнение. Можно сказать? Моё субъективное мнение, что, конечно же, важны идеи. Во-первых, мы должны пользоваться теми наработками, большими школами, которые существовали в Севастополе. Ну, вот в частности, я, скажем так, работаю на площадке СевГУ в поселке Голландия. И, в общем-то, институт ядерной энергии промышленности мощнейший был в Украине. И я считаю, что этот потенциал нужно использовать. Нужно использовать, потому что, на самом деле, Севастополь является крупнейшим региональным центром, в котором, в общем-то, достаточно долгое время изучались и радиохимические технологии, и, в общем-то, и все, что связано с атомной энергетикой и ядерно-топливным циклом. И это, как бы, не нужно забывать, нужно продолжать эти исследования. Они очень актуальны для Российской Федерации, потому что Россия имеет полностью замкнутый ядерно-топливный цикл. В общем-то, все его элементы от производства ядерного топлива и его компонентов до выработки, естественно, электроэнергии и переработки ядерного топлива. В общем-то, и нужно использовать те наработки, которые есть, собственно говоря, в различных организациях научных, учебных городах Севастополя. Объединять усилия в этом направлении. На летний период времени у вас есть уже какие-то планы? В общем-то, да. То есть, одним из всех моих деятельностей является подготовка одаренных учащихся. Пользуюсь случаем, я хочу пригласить всех школьников на летнюю школу Малой Академии Наук. В частности, я буду вести курс подготовки к химическим олимпиадам на базе Морского гидрофизического института в центре города. Очень удобно. Установочное занятие в 10 часов 1 июля у нижнего входа в МГИ. Как туда можно записаться? Ну, прийти на установочное занятие, заполнить заявление, бланк есть на сайте Малой Академии Наук. И, в общем-то, на два месяца заняться плодотворной подготовкой к химическим олимпиадам. А расскажите подробнее, как будут проходить занятия? В общем-то, у меня в этой области достаточно большой опыт. В свое время мы готовили и на всеукраинские олимпиады, ребята побеждали, ездили. В 2014 году впервые я повез наших детей на юбилейную 50-ую олимпиаду в Казань в апреле 2014 года. В этом году моя ученица Настя Лебедева поехала на заключительный этап 4-й Всероссийской олимпиады. И, собственно говоря, в основном, конечно, подготовка теоретическая, потому что химия, наука достаточно сложная. И все аспекты, скажем так, химии, неорганическую, аналитическую, физическую, органическую, все аспекты эти представлены в школьных олимпиадах. Несмотря на то, что это, конечно, вузовская программа, но далеко не каждый студент, я по-своему это знаю, решает задачи школьных олимпиад. Не то что заключительного этапа, но даже там 2-го, 3-го. А будут ли там какие-то интересные химические эксперименты? Я думаю, что мы все-таки устроим. Как же без этого? Я думаю, что небольшой экспериментальный тур, скажем так, по возможностям, в зависимости от количества учащихся, мы устроим. Ну и эксперименты, естественно, организуем. А что интересного там можно ждать? Интересного? Ну, господи, они могут сами своими руками сделать. Они могут своими руками зажечь бихроматомония вулкан. Они могут своими руками смешать селитру с серой углем, получить дымный порох. Они могут делать, ну, от чего. Собственно говоря, эти лица есть в интернете. Но единственное, что самое важное здесь, это техника безопасности, потому что здоровье прежде всего. Как будет проходить обучение по часам? Сколько это будет длиться? Ну, это будет где-то 4 часа в неделю. 4 часа в неделю, 2 дня в неделю это будет проходить. И абсолютно каждый может прийти и поучаствовать, да? Ну, в общем-то, анонсировано для старших классов. Но мы посмотрим на количество учащихся, может быть, разобьем их на две подгруппы. То есть 8-й, 9-й, 10-й, 11-й. Ну, летняя школа МАН приглашает всех участников, только не только тех, то есть на обучение. Спасибо вам большое, что пришли. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Напомним, у нас в гостях был доцент Политехнического института Иларион Довгий. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова